всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяна с любовью давайте сегодня поговорим о капусте я не знаю что на меня нынче повлияло но и я еще вот не всю капусту заделала вот еще сейчас идет процесс квашения у меня капусты есть новый рецепт который я вам обязательно покажу но еще вот начало сняла а дальше продолжение пока нету выжидаем время капусты поквасила я помариновала еще летом мариновала капусту и осени немного но капуста наросло кочаны огромные большущие и ну что делать надо и эту еще прибрать еще решила поквасить капусты я не знаю как вы но я вот еще говорю я я еще во всю капусту делаю не знаю что повлияло на меня так это долго нынче уже конец ноября месяца скорее всего теплая осень теплая осень как-то не благоприятствовала тому что мне надо быстрее быстрее заделывать капусту не снимала я вам ролики по поводу как мы убирали капусту да какая выросла я вам сейчас немножечко включу сюда ну вот руби капусту не жди покрова ну вот убираем мы капусту вот смотрите ну вы можете сориентироваться что это тачка да и по тачке вот такие вот кочаны вот тот что я снимала видео вот эти вот еще больше кочаны видите какие вот какая капуста выросла там еще больше есть он убираем сейчас вот такие вот кочаны выросли переживала переживала я все переживала что у меня капусты много выпало что кто-то ее съел то ли она испортилась непонятно что но в общем вот такая капуста выросла сейчас на том участке я вам еще покажу где была капуста из трех а из одной вы верни из одного корня три по два кочана вот там покажу что выросла я не убирала все поехали вот видите лёша сюда с нашего ты здесь уже обрабатывать и и вот вот забыла сказать вам видите вот еще огромные кочаны что это капуста мегатон мегатон о несет смотрите какой о смотрите какая капустина большущая вообще вот специально убрала все нижние листья это сорт galaxy это вот то что у нас нынче выросла из два три вот из одного корня вот видите я такого чуда конечно не видала первый год такое вот ну что выросла некоторые вообще плохие некоторые вот такие ну чтобы вам показать да вот это вроде как бы и очень даже хороший качан смотрите вот этот вот очень даже ничего я думаю что он килограмма два будет но этот наверное около килограмма вот так вот видите вот из одного конечно такого чуда я не видела нынче первый раз вот основное я дернула все убрала но некоторые вот все таки оставила для интереса просто вот для интереса вот так вот выросла сорт это galaxy а вот нормальные кочаны galaxy сейчас вырубим их я вам покажу но они такие должны быть она такая есть они не крупные но они очень тяжелые вот урожай капусты я переживала все что капуста не будет капуста не будет капуста не будет капуста выросла большущая огромная кочаны огромные вот один качан мы тогда взвесили вообще 13 что лишь 600 или 400 его что-то в общем вот так вот вот огромные кочаны выросли я как бы вроде и довольна одного кочана хватает на несколько банок вот поэтому ну просто жалко было той капусты которая вот с весны погибла очень же нынче много погибло первый раз такой не знаю на следующий год давайте посмотрим как вырастет у меня снова или нет были предположения что это кто-то съел серединку хотя первый раз жизни не спорю может быть не спорю но я столкнулась таким первый раз за всю свою жизнь потому что никогда такого у меня не было было выпадала капуста еще что-то было но чтоб вот так вот просто огромная хорошая рассада на корню вся засыхала и в серединке ничего не было это вот у меня первый раз выписала уже я капусту выписалась нынче садов россии выписала амигатон вот те огромные кочаны я и покупаю это это мегатон показано у вас было на там в ролике у меня в общем это я беру здесь у нас в котельниче здесь продает женщина знаете в таких маленьких пачечках расфасована я так понимаю что они покупают опытом большие семена нового бы вернее большие пакеты с семенами и потом расфасовывают по маленьким таким пакетикам и продают там по 7 семечек идет я у нее уже беру не первый год я всегда довольна урожайность отличная сортовые вот эти вот сорта ничего не перепутано у нее всегда я уже я очень довольна как бы этим вот ну сейчас давайте посмотрим чем занимаюсь я вернее чем занималась вчерашний день так ну вот занималась капустой вчера значит хочу вам показать вот это вот у нас квашеная капуста по грузински со свеклой это новый рецепт у меня но вернее мы-то уже пробовали это не новый рецепт вот просто я его не по не снимала поэтому сейчас вот ну пока наквасится и потом уже конечный результат выйдет вот такая вот капуста по грузински со свеклой квашеная капуста это такая у нас заквасилась капуста видите это остаточек я уже отсюда подергиваю хотя и всего сутки я люблю очень такую капусту так это у меня капуста маринована со свеклой мы уже контейнер один съели вот второй сейчас сейчас вам открою вот она все я ее вчера сделала сейчас она у меня дома вот постояла сейчас я ее уже в холодильник холодильник поставлю всем будем не кушать рецепт маринованной капусты у меня есть вот этой вот со свеклы на канале я вам ссылочку оставлю и по квашеной оставлю но это вот часть я уже делала квашеную капусту в рассоле у меня уже сделано это просто вот заквасила вот палочка стоит сейчас вам покажу вот протыкаю каждый но я утром вечером два раза в день протыкаю но это еще не все здесь вам открою сейчас а вчера еще замариновала капусты вот смотрите вот сколько банок это маринованная капуста от татьяны такой нашумевший не нашумевший рецепт даже не знаю все еще укрою еще пусть постоит сегодня до вечера уголочки мне тут так полтора кочана еще осталось девочки смотрите какие кочаны полтора кочана еще осталось я почистила приготовила унесла тоже в комнату положил не знаю уже квашеной мне хватит вот там видите три сколько там три банки квашеной простой потом по грузински квашеная потом меня уже спущена в погреб еще квашеная капуста ну в общем хватит мне капусты все уже эту я не знаю наверное перетушу и в банке не знаю куда уже ну просто она почищена в погреб уже такую смысла нет спускать нашумевшая капуста маринованная от татьяны ну как бы хорошо у нее и просмотры хорошие у капусты и хорошие положительные отзывы есть есть отрицательные отзывы есть больше то конечно отзывов знаете с недоверием ну потому что большое количество уксуса большое количество сахара и как-то все не доверяют этому рецепту я вам когда снимала этот рецепт я тогда говорил уже не один раз что да да удивительно да как-то немного заставляет волноваться количество на специи которая там находится но но поверьте что если вы все сделаете правильно то капуста вас порадует если вы любите маринованную капусту которую раньше прям продавали в магазинах она такая была маринована такая на вкус вот то вот это та капуста татьяна еще даже вкуснее поэтому кто не пробовал еще пробуйте а знаете у меня в рецепте указано что в общем ранняя капуста нет любой можно почему на ранее центрировала внимание там потому что именно раннюю капусту обычно не знаешь куда деть да квасить ее нельзя долго она не хранится не знаю что с ней сделать вырастает она рано куда ее деть непонятно вот на маринование она пойдет само то кстати да раннюю капусту мариновать можно в заготовке можно все что везде она где идет уксус то есть до переработка с уксусом ее можно а вот ту переработку как квашение ее нельзя на она не годится так что мариновать можете сейчас поздние средне поздние сорта у кого-то может и мы плохо хранится капуста в этом самом в погребе в подполье и нужно куда-то пристроить пробуйте рецепт хороший стоит маринованная эта капуста не один год по квашеной капусте у меня рецептов очень много я сейчас вот там внизу вам выложу прям все рецепты тут не так давно выложила капусту я написала белка чана капуста кимчи потом девочки меня многие поправили я там тоже исправил чем чина писала ну да согласна там рецепт там этот я взяла в интернете прошлый год еще попробовала на себе нам очень понравилось мы и до нового года прошлый год съели поэтому нынче я ее уже сделала две закладки вот одну вам сняла самую первую еще одну сделала закладочку потому что мне свекровь ее просто обожает эту капусту чем че теперь уже да у меня там названием вот правильно неправильно не важно важно что это очень вкусно пробуйте делайте она тоже стоит любая квашеная продукция спокойно у вас простоит год в холодном месте ну понятно что квашение нужно хранить прохладном месте если у вас нет погреба нужно что-то или холодильник или что-то потом готовить квашеную капусту вы такое можете же не не все время прям большими порциями как я например да вы можете приготовить немножко скушали следующую порцию приготовить и будет хорошо и из холодильники у вас не займет много места и все так маринованная капуста еще часа вам показывала со свеклой это один из самых любимых моих рецептов тоже есть у меня на канале я вот прям говорю внизу все оставлю вот под видео заходите все-все-все по подробности выложу полностью все как в рецепт из капусты заходите смотрите выбирайте по своему вкусу и делайте если вам понравилось видео то ставьте лайки не забудьте подписаться на мой канал пишите в комментариях какие сорта капусты вам больше всего нравятся уже проверены вами какие может быть хотите узнать если я не знаю девочки может подписчицы или мальчики кто-то вам ответит значит и посмотрите уже сейчас можно составлять списки к что как выписать какие сорта вам нужны что вам нравится что вам не нравится потому что глазом не успеть и моргнуть как сезон зимний закончится и начнется уже посадочный сезон у нас опять будет уже нет не до того как выбирать быстрее быстрее надо заняться посадками рассадой поэтому сейчас есть время давайте вот прям в комментариях пишите что кому нравится какие сорта капусты кто что любит краснокочанную пишите брокколи цветную в общем всю какую вы капусту любите на то и пишите и можно будет в комментариях пообсуждать всего вам самого доброго и самого хорошего с вами была ваша татьяна пока пока